Всем привет! Сегодня поговорим о том, как искать файловым менеджером и кроссейдер файлы с различными расширениями. Темой послужил вопрос пользователя, что вот он уже тут несколько дней ищет там разные файлы и вот задает вопрос найти файлы jpg в определенных папках. Посмотрим, как это дело делается. Лучше всего, конечно, это смотреть на примере. Я запускаю кроссейдер. Люблю я запускать его от корня, чтобы он все цеплял. Вот здесь вот можно нажать на этот значок, если он у вас не стоит на другой панельке. Заводим наш парольчик там. Он запускается от корня, а эту версию я опущу. Теперь так. Допустим, я сделаю все легче, чтобы было видно на рабочем столе. Вот рабочий стол. Сделаем какую-нибудь там папочку там 111. Откроем ее. Теперь посмотрим, что ищет. Ну, допустим, файл искать .jpg, теперь где искать, и вот конкретно, допустим, я хочу поискать только в папочке в домашней, и все, то есть мне не надо искать весь раздел минта, а вот только просмотреть, к примеру, папочку домашнюю. Вот сюда ее мы помещаем, нажимаем на поиск, и вот 34 совпадения найдены. Пожалуйста, откинуть на панель. Откинули, выделили, и скопировали вот сюда. Здесь можем одинаковые файлы с одинаковым названием или пропустить, или заменить. От вас зависит, что нажмете. Дальше, например, вы хотите поискать что-то, ну, папочку, допустим, назовем. Так, он виск раскладки. MP3. Окей. Пожалуйста, значит, поищем файлики с расширением. Раз, два, три. MP3. Поищем где? Ну, пусть поищут в домашней папке. Файликов не найдено. Идем обратно. Теперь я решаю поискать эти файлики на другом разделе жесткого диска, где у меня хранятся данные. Вот, нажимаю на поиск, и пусть он пока ищет. Вот уже 38 совпадений найдено, но я пока прервусь. Найдено 357 совпадений. На панель. На панель. Только откинул он у нас вот на эту панель, тогда вот здесь. Я, значит, пойду домой, на рабочий стол. Открою папочку MP3. Здесь эти файлики все возьму, выделю. Скопирую. Вот таким вот образом делается поиск файлов. Причем, как вы заметили, не только на самом разделе Минта, но и на любом разделе жесткого диска. Затем, значит, все эти файлы найденные, вы можете, значит, выделить. Скопировать их в отдельную папочку, там, на рабочий стол, или куда вам нравится. И с ними, значит, спокойненько работать. Вот все. Файлики все скопированы. Можем посмотреть, какие атрибуты у этих файлов. Свойства. Разрешение, вот видите, запрещено, запрещено. А я поставлю теперь. Можно читать и писать, можно читать и писать. Нажму на ОК. И у всех этих файлов, значит, атрибуты будут поменены. Можно читать и писать. Вот любой файлик. Теперь берете, смотрите. Свойства. Читать и писать. Значит, вот такие, вот, казалось бы, простейшие манипуляции. Ну, они весьма нужны пользователям, потому что порой действительно человеку, значит, приходится проделывать, как говорится, дурную работу, вручную все это дело искать. Зачем? Когда вот так вот можно все делать. С любым расширением можно найти файлы на любом разделе жесткого диска. Ну, практически вот и все. Так что, желаю вам приятно пользоваться всеми возможностями Крусейдера. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok